добрый день я так рад что нахожусь здесь обычно я снимаю все мои шоу здесь в центре исполнительских искусств orange county новые разработки это работа мозга она зависит от физического здоровья вашего мозга как вам очевидно известно мозг участвует во всем что вы делаете как вы думаете чувствуете как вы ладите с другими людьми в клинике эймона мы просмотрели более 63 тысяч снимков мозга за последние 20 лет и я совершенно уверен в том что мозг это орган здравомыслия личности характера инноваторских идей и когда ваш мозг работает правильно вы работаете правильно а когда ваш мозг не в порядке то скорее всего у вас проблемы в жизни то что вы видите на экране два снимка мозга спект спект это исследование которое мы проводим в нашей клинике это очень сложное исследование снимков мозга в котором рассматривается циркуляция крови и модели активности она изучает как работает ваш мозг по сути она показывает нам три вещи области где мозг работает хорошо области где активность мозга низкая и области высокой активности хорошая активность слишком низкая или же слишком высокая и наша работа в том чтобы ее сбалансировать изображение слева от вас изображение здорового мозга она показывает полную и даже симметричную активность цвет ничего не значит все дело в форме Изображение справа – снимок мозга алкоголика. Алкоголь наносит непосредственный вред мозговой деятельности. Я знаю, что многие из вас думают, что должны выпивать два бокала красного вина в день, потому что это полезно для сердца. Это вредно для вашего мозга. Я уверен, что со здоровым мозгом вы счастливее, здоровее, благополучнее, мудрее. Вы более творческий и оригинальный человек. Когда мозг нездоров, по любой причине, вы пережили операцию на мозге, у вас ужасное питание, вы живете в токсичной среде, то вы грустнее, больнее, беднее и не так уж умны. Вы более неподвижные и негибкие, что противоположно инновационным идеям. Я говорил это десятки тысяч раз, и это не перестает меня поражать. Ваш мозг – наиболее сложный орган во Вселенной. Нет ничего сложнее человеческого мозга. Ничего. По расчетам, у нас 100 миллиардов нервных клеток. И каждая клетка соединена с другой, не отдельной связью, а почти десятью тысячами индивидуальными соединениями между клетками. Это значит, что у вас больше соединений в черепе, чем звезд во Вселенной. Информация в мозге движется со скоростью примерно 430 километров в час. Конечно, если вы не пьяны. И хотя мозг составляет только 2% от веса тела, он использует 20 или 30% калорий, которые вы потребляете. От утреннего завтрака или обеда, съеденного днем, почти треть уходит на питание 2% веса вашего тела. Мозг – наиболее дорогой орган в вашем теле. В среднем вы теряете 85 тысяч клеток мозга в день. И в клинике Эймона мы выяснили, что вашим поведением вы можете ускорить процесс старения или замедлить его. Впечатляет? Здоровье мозга также влияет на инновационный процесс, замедляя или ускоряя его. Что может повредить вашему мозгу? Очевидно, мозговая травма. Я только что закончил крупнейшее исследование НФЛ, изучение снимков мозга бывших игроков футбольной лиги. Лига уже не лжет о мозговых травмах. Они воспринимают это намного более серьезно. Не разрешайте детям играть в американский футбол или бить футбольный мяч головой. Ну же, мозг очень мягкий, примерно как мягкое сливочное масло, а череп очень твердый, и в нем есть много острых, жестких выступов. Вы должны его защищать. Очевидно, вредны наркотики и алкоголь, но о чем в нашей стране пока не знают, хотя это изучается, это то, что ожирение вредит работе мозга. На настоящий момент проведены десятки исследований. Мы недавно опубликовали исследование в журнале Nature, ожирение, в котором говорится, что при увеличении веса, физический размер и деятельность мозга снижаются. Воу. Это всех должно отпугнуть от жиров. Я прочитал первое исследование, которое появилось примерно три года назад, и скинул 11 килограммов. Я настроен серьезно, когда дело касается размеров мозга. Вам ни к чему, маленький мозг. Курение ограничивает приток крови к мозгу. Так же, как преждевременно старит кожу, оно преждевременно старит мозг. Высокое кровяное давление. Когда оно повышается, приток крови к мозгу снижается. Вы должны постоянно знать ваше кровяное давление. И если оно высокое, отнеситесь к этому серьезно. Диабет, стандартная американская диета, токсины в окружающей среде, недостаток упражнений и то, что я называю АНМ, автоматические негативные мысли. Мысли, которые приходят вам на ум автоматически и портят ваш день. Они зачатки тревожного расстройства и депрессии. Если это правда, а это правда. Что вы можете сделать, чтобы помочь своему мозгу? Хорошие отношения с людьми. Невероятно, но люди, с которыми вы проводите время, определяют ваше долголетие. Разве это не интересно? Если вы проводите время с людьми, у которых здоровые привычки, вы перенимаете их, потому что люди заразительные. Если вы проводите время с людьми, у которых нездоровые привычки, вы умрете раньше. Отнеситесь серьезно к тому, с кем вы проводите свое время. Изучение чего-то нового. Тед прекрасно для этого подходит. Когда вы учите что-то новое, мозг создает новые связи. Когда вы перестаете учиться, ваш мозг начинает отсоединяться. Правильное питание абсолютно необходимо. Вы едите вещества, которые вам помогают, или токсины, которые причиняют вам вред. САД, стандартная американская диета, не только способствует болезням сердца, раку и диабету. Она вызывает депрессию, проблемы со вниманием, болезнь Альцгеймера. Еда – это лекарство или яд. Сон также совершенно необходим. В 1900 году мы в среднем спали ночью 9 часов. В 2011 – 6 часов. Меньше 7 часов сна – меньше приток крови к мозгу. Мозг не может перенести такое изменение за такой короткий период человеческой истории без очень серьезных последствий. При снижении времени сна увеличивается вес, потому что ваш аппетит выходит из-под контроля. Поэтому важно быть физически здоровым. Но и беспокойство – важно. Вы знали, что существуют хорошие исследования долголетия, и дети поколения «не беспокойся, будь счастливым» умирали раньше, потому что они недостаточно серьезно относились к своему здоровью. Я надеюсь вызвать в вас немного беспокойства. Видите ли, по образованию я психиатр. Я учил людей расслабляться, и я осознал, что мне нужно немного их мотивировать и усилить их страх, так, чтобы двойной чизбургер не привлекал их. Медитация нас одурачила. Ведь мы думали, что медитируя, отключаясь, мозг успокаивается. Ничего подобного. При медитации активируется передняя часть мозга, которая является наиболее человеческой, думающей частью мозга. Знаете, какой антидепрессант лучше? Это не прозак, это благодарность. Каждый день вы пишете три вещи, за которые благодарны, и в течение трех недель вы заметите значительную разницу в уровне вашего счастья. Истреблять АНМ значит не верить любой глупой мысли, приходящей в голову. Вы скажете, ладно, доктор Эймон, вы были психиатром 30 лет. Что самое важное, что люди могут сделать? Не верьте каждой глупой мысли, которая приходит вам в голову. Мысленно задайте себе вопрос. Это правда? Когда вы чувствуете, что ваш муж вас не любит, правда ли это? Когда вы подвергаете сомнению свои мысли, вы живете в более рациональном мире. Здесь вы видите примеры трех снимков мозга 60-летних людей. Один с болезнью Альцгеймера, другой с излишком веса и остановкой дыхания во сне, что является катастрофой для мозговой деятельности. И здоровый мозг. Какой мозг вы хотите? Я знаю, какой хочу я. Вот пять способов, как снимки мозга изменят все, что вы делаете. Способ первый. Они заставят вас завидовать мозгам. Я начал делать снимки в 1991 году. Мне было 37 лет, и я сфотографировал свой мозг. Я посмотрел на него в сравнении с другими снимками и подумал, фу, сколько дыр и неровных участков. Но я никогда не пил. Я напился в 16 лет, и у меня было пятидневное похмелье. Я сказал себе, это не для меня. Никогда не курил и не принимал наркотики. Я подумал, почему мой мозг выглядит так плохо? Но в то время у меня было много вредных для мозга привычек. Я спал только 4 или 5 часов в день, потому что у меня была цель. Я пил диетическую газировку, как будто она была моей лучшей подругой. Я был полнее под воздействием хронического стресса, и это сказалось на моем мозге. Поэтому после того, как я увидел снимок моего мозга и стал завидовать другим мозгам, в 52 я снова его сфотографировал, и он выглядит намного моложе. Мой мозг выглядит лучше. И знаете что? Вы можете сделать это. Это самая классная черта вашего мозга. Возможно, вы слышали о гибкости мозга. Если вы примете мудрое решение сегодня, мы выяснили это в нашем исследовании футбольной лиги, вы можете начать улучшение вашего мозга в течение двух месяцев. Впечатляет, не так ли? И со здоровым мозгом все в вашей жизни лучше. Начиная с тела и заканчивая деньгами, взаимоотношениями, уровнем новых идей. Второе. Так как я занимаюсь снимками мозга, я бы никогда не позволил своим детям играть в американский футбол. Когда мозг перестает развиваться? В 25 лет. А с мужчинами, некоторые люди считают, это происходит в 28 лет. Поэтому идея, что вы взрослый в 18 лет, с точки зрения нейронауки, явная глупость. И страховые компании об этом знают. Когда изменяются и стабилизируются ваши страховые тарифы? В 25. Почему? Потому что вы принимаете более удачные решения. А решения, которые вы принимаете, это деятельность мозга. Поэтому не позволяйте своим детям рисковать их мозгами. Вы будете серьезнее относиться к токсинам в окружающей среде. Это снимок мозга пожарного, который мы сделали недавно. И вы видите общую низкую активность. Эти дыры... У него нет дыр в мозге в физическом смысле, а есть общая низкая активность. Вы будете намного серьезнее относиться к вашему весу. И вы задумаетесь о раннем обнаружении и предотвращении болезни Альцгеймера. Ожидается, что случаи болезни Альцгеймера увеличатся в 3 раза в следующие 25 лет. Мы не можем себе этого позволить. Как предотвратить болезнь Альцгеймера? Предотвращая все связанные с ней заболевания. Такие как заболевания сердца, рак, диабет, депрессия и высокое кровяное давление. Как создать мир людей со здоровым мозгом для ускорения их развития? Это моя цель. Мы исследуем людей и их семьи в клинике Эймона. Но мы заинтересованы в школах, в церквях, компаниях и сообществах. Вот что мне нравится. Энди пришел повидать меня примерно 4 месяца назад. А первый раз примерно 10 лет назад. Когда ему было 53 и его мозг выглядел просто ужасно. Я убедил его участвовать в программе здорового мозга. И вот как его мозг выглядел спустя 10 лет. Разве это не замечательно? И я хочу поговорить о привлечении систем. Я работал над моим новым шоу. И во время работы над ним я пошел в церковь. Моя жена сказала, что отведет Хлою, нашу 7-летнюю дочь, в детскую церковь. А я пойду занять места для нас. Это очень большая церковь неподалеку, но не Сэддлбэк. И когда я заходил в церковь, я прошел мимо 500 пончиков на продажу. Я почувствовал просто раздражение. А потом я прошел мимо бекона и сосисок на гриле. И я пришел в ярость. И прямо перед входом в алтарную часть церкви готовили сотни хот-догов. Для чего-то после службы. Я присел у алтаря. Священник начал говорить о фестивале мороженого, который прошел накануне. И здесь меня почти трясло. И когда моя жена нашла меня, я набирал текст на телефоне, что она ненавидит. И она так на меня взглянула, как умеют только жены, и сказала, какого черта ты с этой штукой в церкви? И я показал ей, что я писал. Идите в церковь, получите пончик, сосиску, бекон, хот-дог, мороженое. Они и понятия не имеют. Они отправляют людей на небеса раньше. Но задумка ведь не в этом. Я понятия не имею, о чем говорил священник остаток службы. Я просто сидел там, молясь, чтобы Бог задействовал меня в изменении церквей. Потому что план не в этом. Без шуток, спустя две недели, мне позвонил Рик Уоррен. Он сказал, доктор Эймон, мы разрабатываем программу под названием «Десятилетие судьбы» в следующие 10 лет в Сеттлбеке. Я хочу, чтобы прихожане и я были здоровы. Вы мне поможете? И я подумал, о боже, Бог слушал меня? Обычно я себя так не чувствую, но сейчас я полон энтузиазма. И мы запустили программу под названием «План Дэниела. Рецепт Бога для твоего здоровья». Для 30 тысяч прихожан Сеттлбека. И мы предоставили им возможность записаться на исследовательскую часть программы. Сейчас в нашем научном исследовании задействовано примерно 15 тысяч человек. Сеттлбек, с тех пор, как мы составили план Дэниела, объединяет 400 тысяч церквей по всему миру. После предварительного тестирования этого года мы экспортируем его. И я абсолютно счастлив. Мы распространяем информацию в маленьких группах. Почему? Потому что людям лучше в группах. Им лучше среди семьи, им лучше в группах поддержки. Спустя три месяца прихожане сбросили примерно 72 тысячи килограммов. Люди стали энергичнее, сосредоточеннее, креативнее, улучшились сон, настроение. Снизились случаи приступов астмы, стресса, снизилось кровяное давление, сахар в крови и использование лекарств. У нас есть наше собственное меню. А у меня свои проблемы. Я все еще пытаюсь убедить их уничтожить пончики в церкви. Вы можете помолиться за меня. Я абсолютно счастлив быть частью того, у чего есть потенциал изменить мир. Начиная с церквей. Но также необходимо начать со школ. Еда, которую они дают вашим детям, это позор. И исследование показывает, что она действительно увеличивает проблемы с вниманием и поведением. Есть три исследования в журнале Lancet, советующих посадить детей на исключающую диету, что попросту означает исключить весь мусор из их питания. И в течение трех месяцев у 73% из них снизились симптомы более чем на 50%. Это несложно. Мы должны изменить наше общество. Начиная с компаний, больниц. Я навестил мою тетю в больнице. Я сказал, я должен вытащить тебя отсюда. Эта еда убьет тебя. Здоровый мозг и новые идеи тесно взаимосвязаны. Пожалуйста, помогите мне создать мир людей со здоровым мозгом. Спасибо. Наш проект существует благодаря поддержке зрителей на Патреон. Вы можете присоединиться и получить различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Патреон в описании. Особая благодарность за поддержку. Кириллу, Дмитрию Гущину, Андрею Потемкину, Даниэлю Свирепову, Игорю, Кириллу Кирикову, Артему Корсунову, Алексею Игоревичу, Павлу Воздвиженскому, Артему Вяткину, Томасу Нестеренко, Актаму Аликулову, Андрею Ивановичу Пегушеву, Кристине Липской, Роману Фиолковскому, Александру Макарову, Вебхэш Евгению Крамаренко, Илье Чедякину. Также отдельное сумасшедшее спасибо Марату Ибрагимову. Озвучил Глеб Трейс, перевела Ксения Хоркова. Отредактировала Юлия Калистратова.